По-русски на самом деле это звучит как победить хандру осеннюю, но это не очень хорошо звучало по-русски. Ирин, все хорошо видно экран с презентацией, все нормально, да? Да-да-да, все видно. Спасибо. Итак, мы поговорим о физиологических сегодня причинах возникновения проблем с настроением и даже с психикой. И когда появляются такие симптомы, то к какому специалисту нас направляют? К психологу, к коучу. Так ведь? А всегда ли вот хандра, уныние, плохое настроение, связанное с психологическими проблемами? Иногда ведь бывает наоборот. Бывает так, что печальное настроение зависит от физиологической причины и тянет за собой ментальное расстройство очень-очень часто. И вы знаете, я встречалась на своем жизненном пути со многими коучами, со многими психологами и русскоязычными, и англоязычными. И ни разу не слышала, например, такого, чтобы они говорили, вы знаете что? Я понимаю, что у моего клиента проблема с настроением, но давайте взглянем на это еще и с точки зрения физиологии. То есть почему-то психотерапевты, психологи, коучи почему-то все считают, не все, ну вот каких я встречала, что связи с физиологией здесь нет, что вот мы это первая инстанция, и мы должны с такими работать клиентами. А все остальное там это ерунда. Вот, я не встретила еще на своем пути, то есть все равно дают как бы первенство, отдают своей профессии в работе с такими клиентами. И когда я встречу на своем пути такого коуча или психолога, или психотерапевта, я, конечно, буду с удовольствием с ними работать. Вот это так учит нас функциональная медицина, что первенство нет, есть взаимная, взаимная такая связь взаимная между телом, душой и духом. Вот это так нас учит функциональная медицина. Ну и так. Сейчас мы рассмотрим и попробуем доказать, что как раз все бывает и наоборот. И какое-то очень давно в свое время меня воодушевила презентация доктора Маргарет Пеннеман, которая преподавала нам психологическое здоровье. Я также использую советы в этой презентации по эфирным маслам, советы доктора Хила. И также изучение Роберта Тессера. Она, если кто-то не знает, то это один из специалистов в ароматерапии известной. Также использую наработки из моей практики. Итак, давайте определим, что же такое перепады настроения. Перепады настроения очень часто путают с понятием депрессия. Это две совершенно разные вещи. То есть, как же определяется перепад настроения? Это психологическое расстройство, характеризующееся повышением или понижением настроения человека. Заметьте, повышением и понижением. Например, депрессия или биполярное расстройство. Это психологическое расстройство, называется перепадами настроения или мудизода. А что же такое депрессия? Вас диагностируют, диагнозом депрессия вам дают, если вы будете иметь хотя бы пять из перечисленных симптомов в течение двух недель. Вот из всех симптомов в течение двух недель вы испытываете пять. То есть, это меланхоличное настроение, потеря интереса к жизни, чувство вины, чувство никчемности, нарушение сна, малая энергия либо усталость, изменение в аппетите в одну или другую сторону, физическое возбуждение либо медлительность, проблемы с концентрацией и периодические мысли о самоубийстве. То есть, если вы придете ко врачу, назовете им хотя бы пять из этих признаков, которые продолжаются две недели и более, то врач официально вам поставит диагноз депрессия. Это делается очень просто и предложит, что антидепрессанты. Чтобы понять, как они работают, нужно понять, что такое серотонин, то есть, гормон счастья и как он работает в организме. Почему мы говорим о серотонине? Потому что серотонин – это один из нейротрансмиттеров, который ответственный за поднятие настроения, один. То есть, это то, с чем работают доктора. Итак, вот мы пришли и сказали, что у нас нет настроения две недели, и доктор вам охотно выпишет SSRI, то есть, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сейчас объясню. То есть, это лекарство предотвращает поглощение серотонина клетками мозга. И поэтому этот серотонин повторно используется системой снова и снова. То есть, мы произвели серотонин, мы произвели, это не искусственный серотонин, в любом разе. То есть, и лекарство не дает клеткам мозга его поглотить, и поэтому он циркулирует в системе. И поэтому его невозможно вывести из организма, это лекарство очень просто. И возникает, что привыкание, очень сильное привыкание от приема антидепрессантов. Никогда не забуду, как сказал наш преподаватель и основатель института, в котором я училась, Патрик Холфорд. Докторов научили сажать на антидепрессанты, но не научили, как их снимать, с них снимать. Есть уже другие антидепрессанты, с тех пор, даже как вот я отучилась, которые работают с другими нейротрансмиттерами. Нейротрансмиттер это такой мессенджер, то есть, он передает от одной клеточки, от одного нейрона, к другому сигнальчик, да. То есть, это уже был большой шаг вперед, что стали работать не только с серотонином. И что они признали, что депрессия обуславливается не только низким уровнем серотонина, но еще кое-чем. Давайте поговорим. Но именно вот эти SSIR, их выписывают чаще всего. Вот, например, есть такая в Америке знаменитая Майо клиника, и на сайте так и говорится, что лекарства подбираются. Если не работает одно, подбирается другой вид антидепрессантов. Но извините, вот сейчас нужно очень точно понять. Если кто-то не поймет, о чем я говорю, пожалуйста, задайте вопрос, потому что потом будет трудно догадаться. Вообще, немножко техничная такая презентация. Может быть, не всем это нравится. Я вообще просто обожаю этот момент. Но я очень таким простейшим языком рассказываю об этом, так что должно быть все понятно. Итак, моя клиника говорит, что лекарства подбираются, не работает один вид антидепрессанта, предлагают другой. Но измените меня. К тому времени, как вам предложат другой вид антидепрессантов, у вас уже выработалось привыкание к SSRI, то есть к этим селективным реаптейтерам серотонина. И вы уже знаете, что вы не можете отменить их, то есть вывести из организма просто. Что бывает, когда мы резко перестаем употреблять антидепрессанты либо гормоны? Что бывает? Многие уже знают, особенно кому я когда-то проводила консультации, что если резко перестать принимать гормон либо нейрохонсмитр какой-то, антидепрессант, извините, какой-то, то тогда возникает, надо допустить людей, возникает синдром отмены. Что такое синдром отмены? То есть организм уже привык к такому количеству серотонина, то есть он уже у нас циркулирует, 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 и когда его снимают с этого вида антидепрессанты, организму начинает не хватать серотонина, и настроение падает. То есть образовалась искусственно созданная депрессия, недостаточность серотонина. Это причина, которой изначально, может, это бы и не было, потому что есть другие причины депрессии. И что мы имеем теперь? Человек выписывает новый вид антидепрессанта, например, который работает на допамин, еще один, мы о нем позже поговорим подробнее, это нейротрансмиттер. И что ему выписывают этот антидепрессант, работающий на допамин, а состояние не улучшается, потому что у человека уже имеется недостаточность серотонина, потому что его сняли с вот этих реабкейкеров серотонина. Вот напишите, либо напишите в чате, все ли поняли вот этот момент, потому что он очень-очень важен для того, чтобы понять вообще в принципе, как создается искусственно депрессия, которая может быть, вот именно этого вида депрессии раньше не было. Я еще раз об этом расскажу. Ну, а пока давайте поговорим о побочных эффектах антидепрессанта. Вот это абсолютно официальная таблица, я вам ее приведу. То есть больше, чем у 10% людей возникают такие легкие эффекты побочные, это там бесслонница, изменение в аппетите, тошнота, синдром сухого рта, то есть пропадает слюноотделение, головная боль, расстройство сексуального характера. И это только те случаи, которые были запротоколированы. Я думаю, что их намного больше, потому что вряд ли кто-то с сексуальной дисфункцией побежит докладывать о том, что происходит, да, врачу. Еще меньше людей, может быть, догадываются, что их аппетит, что их аппетит там разыгрался из-за принятия антидепрессанта или бессонница на этой почве, ведь ожидают как раз обратного, спать хотят. То есть, конечно, в случаях побочных эффектов не 10%, а больше. Далее, менее часто встречающаяся побочка – это состояние агитации, беспокойства, импульсивность, возбуждение, раздражительность, тремор, такая глуповатость, головокружение, запоры, диарея. И можете себе представить, вот меньше, чем 2%, следующая колонка написана, меньше, чем 2% из 100 человек, то есть, скажем так, 1,5 человек из 100 человек, пусть даже 1 человек из 100 человек испытывают суицидальные мысли при принятии антидепрессантов, то есть, от чего пытались уйти, к тому пришли. Очень неприятен и даже опасен сарканиновый синдром, то есть, высокая температура, возбуждение, тремор, диарея, бывает кровотечение, гипонатриемия, то есть, резкое снижение на отре в кровотоке, которое приводит, извините, тихонечку к отеку головного мозга иногда. Снижение даже вот манические такие эпизоды, маниакальные вернее. И вот что такое удлинение интервала QT, это частота сердечного ритма нарушается, этот побочный эффект, который часто приводит сам к себе к смерти. Вот такие побочкам вот такая вот этих вот реаптейкеров сиротонина, которые прописывают практически всегда, начинают с них, то есть, они помогут сначала этот, потом этот. Давайте лучше посмотрим на симптомы, вот с чего начинает функциональная медицина работать, на симптомы дефицита сиротонина, на те симптомы, по которым функциональная медицина его определяет. Дефицит, если мы говорим про сиротонин, то есть, да, это плохое настроение, это бессонница и запоры. Почему выделены красным? Потому что это как маркеры дефицита сиротонина для нас. И что для многих удивительно, оно не будет столь удивительно, когда я вам расскажу почему, это тяга к тому, что вы очень хотите бананы и шоколад. Вот. И когда совпадают все эти четыре, мы уже говорим у вас скорее всего дефицит сиротонина. И что же делать? Что же тогда делать? Какой же путь по функциональной медицине? Вот для этого вот такая вот такую таблицу я создала, потому что очень просто проследить. Значит, так мы производим сиротонин. Мы его производим из аминокислотина. Аминокислоты называемой триптофан. Аминокислоты это такие кирпичики, из которых состоят белки. Что такое аминоцид? Кирпичики. Мы строим белки из них и они некоторые аминокислоты являются также нейротрансмиттерами. смиттерами вот этими самыми мессенджерами, которые передают сообщения от одной клеточки нейрона к другой головной мозгу. То есть откуда мы их можем брать? Триптофан. Можете сделать скриншот, откуда мы достаем криптофан из тыквенных семечек, из соевых бобов. Только если вы кушаете соевые бобы, обязательно то есть изделия из соевых бобов, обязательно чтобы они были ферментированные и не дымо. Много криптофана в пармезане, в сыре, в тунце, в бобовых и в яйцах. Здесь я всегда говорю веганам. Никто то есть не собирается никого конвертировать, но вы не сможете взять достаточно криптофана из семян тыквы. Поэтому в вашем случае вот всем веганам говорю, нужно сапплементировать либо биодобавкой аминокислот, либо употреблять хороший белковый порошок на ежедневной основе. Далее обратите внимание на эти кофакторы, которые совсем справа от вас. Они необходимы для конвертации криптофана в серотонин. То есть без них невозможно эта конвертация. Это имеет огромный смысл. Почему? Потому что для этой конвертации понадобится много-много энергии. Мы получаем эту энергию при сжигании кислорода. И те, кто учатся на моем курсе, хорошо знают о разменной монете энергии. То есть энергия нужна для того, чтобы конвертировать трептофан в серотонин. Далее. А где мы откуда получаем из кислорода? Правильно, нам нужен кислород. Далее. В12 помогает формированию красных кровяных телец, которые в свою очередь несут 4 молекулы кислорода с помощью молекулы железа. Вот все в таком клубке. То есть вся эта цепочка помогает привнести молекулы кислорода внутрь клетки, где кислород сжигается на энергию. И если отсутствует хоть один из вот этих факторов, то энергии нам не будет хватать. И этой конвертации не произойдет. Ну и скажите мне, пожалуйста, такой психиатр может в этом помочь. Но если только убедит человека, что нужно гулять, заниматься упражнениями. Веганы. Веганы, вы точно недополучаете B12. Вам необходимо употреблять биодобавки. И мне на самом деле смешно, когда некоторые веганы говорят, что у них полноценное питание, добавлять им ничего не нужно, у них все есть достаточно. Потом мне некоторые говорят, в Индии все счастливые, там все веганы. Друзья, у них совершенно другой генетический фон. Абсолютно другая генетика, даже не нужно. Здесь мы говорим о нутригенетике. Ну, конечно, я не собираюсь никого переубеждать, ни в чем, просто добавляйте B12. Также вы видите здесь вот это H-HOR, то есть вы видите еще одно условие, достаточный уровень соляной кислоты, что для того, чтобы сделать конвертацию триптофана в серотонин. Мы ее вырабатываем в желудке, либо должны вырабатывать в достаточном количестве, и мы много говорили на эту тему, если кто-то имеет хеликобактер или у кого-то когда-то был диагностирован хеликобактер, вы должны подумать о том, что вы вполне возможно не в полной мере усваиваете белки, потому что триптофан это аминокислота, то есть вы не будете усваивать эптофан, если просто сказать, и плюс ко всему вы не усваиваете минералы, которыми является железо. Почему? Я уже рассказывала много раз, потому что хеликобактер разрушает клетки, производящие соляную кислоту, и плюс разрушает клетки, производящие бодинат. То есть ни того ни другого не дополучите, нужно глянуть. Если у вас имеет место плохое настроение, то в первую очередь нужно сублементировать эти нутринты. Люди с диабетом или преддиабетом, в общем, все люди, которые плохо регулируют уровень сахара в крови, вряд ли продуцируют достаточно протеаза. Что такое протеаза? Это наш фермент, вырабатываемый в поджелудочной железе, который помогает усвоить этот же самый криптофан. И если поджелудочная не работает на полную мощность у людей с диабетом, она не работает на полную мощность, вы не выработаете достаточно протеазу и не усвоите криптофан. И мы уже знаем, мы с вами о каких даже можно биодобавках здесь говорить, напишите, если вы понимаете, о каких биодобавках я сейчас говорила, для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Также иногда даже диетологи удивляются этому факту. я помню лет 5 назад или 6 я другую презентацию давала и ко мне подходит диетолог, то есть я-то не диетолог, а есть диетолог, люди, которые учатся, она диетолог, она студентка была, вы знаете, мне понравилась презентация, но я не знала, что 90% серотонина мы производим в кишечнике. Я думала, что мы его производим в мозгу. 90% серотонина мы производим в кишечнике. И если наша кишечная флора нарушена, то есть она не в должном порядке, если присутствует воспалительный процесс, мы не сможем произвести достаточно серотонина, даже если предыдущие факторы работают. Понимаете? Ну то есть вы знаете, о чем я сейчас говорю. Я говорю о нашем детоксе, я говорю о нашем микроплексе, GXP, BFC, терозайн. А теперь давайте посмотрим на мелатонин. Я не могла обойти по стороной. То есть как же мы заполучаем бессонницу в цепочке этих событий? Вы видите, что мы производим мелатонин, гормон сна из серотонина. И мелатонин это способствует засыпанию, переключает наш мозг на режим отдыха и сна. И для того, чтобы мы конвертировали серотонин, уже полученный в мелатонин, нам опять же нужен B12. Нам опять же нужна фолиевая кислота, магний. И ну естественно, чтобы темно было и такой нутрин сами. Это адезин мефианин. Мы можем получить этот сами из еды, содержащей сульфур. Такой как чеснок, лук, яйца, все виды капусты. Так что обязательно ешьте чеснок перед сном, как вы идете спать со своим любимым. Я это шутно тоже говорила, когда говорила на презентации, никто не то есть это не английская шутка 100%. То есть в этом случае для того, чтобы конвертировать серотонин меланин представьте себе у человека бессонница и ему прописывают препараты от бессонницы, а у него просто-напросто вот эта цепочка трептофам с серотонин меланин не работает. Либо у него нет этих кофакторов магний фолиевой кислоты АБ-12. То есть все началось или кишечники. И конечно же здоровый сон нужен не только для того, чтобы отдохнуть, но и для детоксикации, восстановления наших клеточек. Если мы не продуцируем меланин, то мы не реставрируем наше тело и о каком настроении может речь. посмотрите желтым ярким вот этот MTH F-R ген. Если у кого-то есть мутация, то вы тогда не будете усваивать фолейт. понимаете, то есть это тоже один и может быть одной из причин вашей и огромнейшей причины депрессии. Огромнейшей. Я знаю об этом не понаслышке, потому что у меня у мамы все было всю жизнь вот такая депрессия и когда я отучилась и все это поняла, то уже было немножко у нас мало времени с ней оставалось, чтобы это все разрешить, но она потом была конечно на инъекциях B12. Я даже сейчас не буду в эту сторону идти, потому что там вообще целый огромный механизм, вся такая каша, если кому-то интересно, там очень уже идет все технически, но нужно знать, что если у человека депрессия, то неплохо бы провериться на мутацию вот этого гена. А еще очень интересен о, почему я не пролистнула этот слайд вам? Еще очень интересен, ну, как резюме, да, называется трептофан стейл или воровство трептофана организмом, то есть мы знаем, что трептофан нужен для производства серотонина, вот, да, трептофан. нужен для производства витамина В3, неоцина. И вот сейчас те люди, которые, которые хоть когда-то получали горячий укол, кто помнит, что такое горячий укол? Я очень хорошо помню. Вы сейчас меня поймете. То есть на самом деле, говорят, никотин у меня колой, да, никотиновую кислоту. Неоцин нужен в огромнейших количествах во время стресса, во время воспалительного процесса и во время борьбы с инфекцией. И вот, наверное, скорее всего, вот именно у кого воспалительный процесс не проходил долго, то помните, нам делают горячий укол, и вы сидите такая, вам становится жарко, и вам кажется, что даже как будто вы описались. Вот так действуют горячие уколы. На самом деле, они вводят вот неоцин, потому что когда у вас воспалительный процесс, борьба с инфекцией идет, да, или во время стресса, вашему организму совершенно не важно, что вам не хватает трептофана для того, чтобы вы были счастливы, потому что и он украдывает трептофан для того, чтобы делать неоцин, но не серопонин, потому что это для вашего организма намного важнее. Итак, резюме. Когда мы не имеем достаточно пищеварительных ферментов, желудочного сока, недостаточной энергии для организма, мы не конвертируем трептофан в серопонин и в мелатонин. Мы несчастливы, мы плохо спим, мы также должны смотреть на здоровье наших митохондрий, этот раз фабрики, где продуцируется энергия из того кислорода, который мы должны были получить. Вполне возможно, вам нужно будет поддержать митохондрии при помощи биодобавок. Пожалуйста, напишите кто-нибудь, если у нас в чате что-то нету. Когда мы говорим о поддержке митохондрии, это тоже есть в нашем курсе, о какой биодобавке мы говорим. Вот это тоже очень схема мне нравится, мне она очень нравится, то есть объясняют, как эта цепочка работает. Вот мы получаем оксиджен, молекула аэрона усиленная витамином С, даже витамином С, и магнезием, и витамином идет производство сами, о котором я говорила, и так далее. То есть идите гуляйте, занимайтесь физкультурой, употребляйте витамин С. Мне понравилось, как Дина рассказала на нашем английском уроке, что не хватает нам того витамина С из цитрусовых. Да, Дина, она говорит, если наши бабушки съедали один оранж, этот апельсин, им хватало витамина С, то теперь нужно съесть восемь. Это вообще шикарно, работают такие сравнения. Вот, ну и не будем больше технику, да. Давайте теперь про классику. Что такое классика? Мы говорим все болезни от стресса. И вот давайте мы сейчас объясним стресс как кофактор низкого серотонина, наличие стресса, вернее. То есть, смотрите, во время стресса кортизол, который мы выделяем, гормон стресса, он блокирует энзим, который помогает вырабатывать серотонин. Там же еще энзимы есть, у нас чат есть. смех производит витамин С. Замечательно. Вот. То есть, кортизол блокирует энзим, то есть, мы не можем вырабатывать серотонин. Не нужно забывать о физиологическом стрессе, то есть, о воспалительном процессе, так как при этом в виде стресса высокие очень уровни кортизола. Так. но ведь мы не можем иметь депрессивное состояние только при низком серотонине. Давайте поговорим и о другом нейротрансмиттере, который называется допамин. Дофамин он по-русски. Если буду говорить допамин, не ругайтесь, просто соскакивать с языка, потому что так он звучит. То есть, не только же серотонин, вот это то, о чем я говорила. Когда вы приходите к врачу, вам дают серотонин репрекер, вот такой антидепрессант. И очень редко дают допамин, допаминовый антидепрессант. Потому что они смотрят сначала на серотонин. Так вот, если у кого-то существует следующая комбинация симптомов, таких как плохое настроение, низкая концентрация внимания, да, это наиболее распространяющий такой симптом. Без инициативность, без эмоциональность, то есть, такой человек, вообще, да, если не хочет человек встречаться с друзьями, не замечает ничего хорошего в жизни, все дураки, все плохие, это плохо, это то, то вполне возможно, то есть, при комбинации вот этих симптомов, наверняка, имеет место дефицита допамина. Допамин, это тоже нейротрансмиттер, он, в принципе, отвечает за чувство мотивации, то есть, это как бы система вознаграждения, то есть, он как бы стимулирует за какие-то хорошие дела и желания. На работе очень часто боссы говорят, ой, совсем нет мотивации, никчемный человек, а на самом деле у человека может быть просто низкий допамин, то есть, нужно быть добрым к людям, особенно на работе, если они под вашим началом, всегда думаете, может быть, там что-то происходит, да, давайте посмотрим, как мы производим допамин, то есть, мы тоже производим его из аминокислоты, только она называется фенилаланин, то есть, продукты питания, из которых мы достаем фенилаланин, это молоко, молочные продукты, говядина, курица, лосось, кубрия, яйца, бананы, черный шоколад, миндаль и грецкий орех. и посмотрите тоже на кафакторы производства фенилаланина, они практически такие же, как и для производства серотонина, и мы уже говорили, что нужны протеазы, и соляная кислота, и здоровая бактериальная флора в кишечнике, вот за что я люблю наш терозаль, за то, что там не только энзимы, которые помогут усвоить аминокислоты, а там есть абитейн аш-хлор, абитейн аш-хлор помогает, заменяет как бы соляную кислоту у тех людей, у которых ее мало. А теперь внимание тем, у кого пониженная пониженный уровень тирозина, гипотериоз. Мы производим тирозин из фенилованина. И подумайте о том, за какими факторами вот из этих факторов прячется ваша болезнь, прежде чем принять решение, приглашение врача начинать принимать левотероксин. Левотероксин это вообще просто его прописывают всем, кому не лень. То есть заменить на этот синтетический гормон легко, но найти и разобраться причину, почему вы не производите гормон еще лучше. Там еще и печень замешана, но мы сегодня не будем об этом. То есть это только одна из причин низкого тирозина. А ведь когда вы начинаете его употреблять, это же искусственный гормон, там тоже может быть синдром отмены, если вы резко его закончите. Тоже нельзя. Ну и смотрим по цепочке дальше. Посмотрите теперь, то есть мы из фенилаланина производим тирозин, и только тогда мы производим допамин. И посмотрите какие-то факторы тут нужны. Б6 фолиевая кислота железа и кислород. То есть остаются все предыдущие советы в силе и прогулки и упражнения и биодобавки. И биодобавки. И дальше посмотрите мы из допамина делаем из допамина производим адреналин. Я сейчас объясню. Смотрите, давайте отдельно. Мы производим тирозин из фенилаланина. Во время стресса мы не производим допамин из тирозина. Почему? Потому что нам нужен адреналин. То есть мы заняты производством адреналина во время стресса. Нет допамин, не тирозин, а адреналин. Вот почему во время стресса у нас наблюдается состояние депрессии. А для людей с низким тирозином почему мы говорим, что стресс является одной из причин гипотириоза. Скорее всего это даже не причина, а такой курок, знаете, триггер. То есть тирозин не используется по назначению. он просто все для щитовидки его нет, потому что мы производим адреналин во время стресса. Вот это очень-очень важно. Почему? Потому что организму намного важнее выработать адреналин, чтобы не дать погибнуть. Да, природа прекрасна и жестокая. Никаких лишних движений. Никакого лишнего использования энергии непонадобности. закон сохранения энергии. Вот только поэтому в функциональной медицине мы никогда не начинаем лечение щитовидной железы. Мы сначала смотрим на здоровье надпочечников, потому что там мы производим адреналин, кортизол. Находим причину стресса. И вы помните, что стресс бывает физиологический и психологический. Физиологический это воспалительный процесс, боль, вирусы, бактерии, грибки. И во время такого физиологического стресса и психологического мы не производим достаточно тирозина, допамина и мы в депрессии. И еще есть низкая активность щитовидки. Итак, резюме о допамине, дефиците. Диета богатая сахаром, снижает чувствительность рецепторов допамина. Если хотите, это по аналогу с инсулиновой резистентностью получается допаминовая резистентность. То же самое происходит при чрезмерной активации иммунной системы, при хроническом воспалительном процессе. Клетки не хотят допамин, то есть чувствительность клеток к допамину очень низкая. Допамин не достигает ядра клетки. А мы уже знаем из других наших бесед для того, чтобы заработал нейротрансмиттер или гормон, нужно, чтобы он попал в гидроклетки через клеточную мембрану. Но рецепторы не сенсорят этот допамин в период стресса. А вот А вот наши любимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 они помогают передавать сигнал между нейротрансмиттером между клетками. Понимаете? Они же мессенджеры, да, нейротрансмиттеры? То есть не буду вдаваться в объяснение этого процесса, и так уже много терминология. А вот теперь очень интересная информация для женщин, очень интересная. Смотрите, есть такой гормон пролактин. И мы здесь не говорим о беременности или кормлении. Мы говорим о женщине, которая не беременна и не кормит. Но у нее высокий уровень пролактина. Особенно под влиянием стресса. И он автоматически снижает уровень допамина. Автоматически. То есть симптомы высокого пролактина будут нерегулярные месячные, бесплодие, акне, чрезмерный рост волос на теле, сухость влагалища. И пролактин, кстати, очень сильно провоспалит. Провоспалительный гормон. И вот наша лектор Марго Пеннеман, вот я от нее запомнила этот трик вообще, как избавить, как снизить самой высокий пролактин, как его снижать. И она говорит, что женщины с высоким пролактином никогда не плачут. То есть если вы не плачете, это не значит, что у вас черствое сердце, не всегда по крайней мере. Это может говорить о том, что у вас высокий чтобы снизить его уровень. Внимание! Она говорит, разрежьте луковицу и выплачьтесь. Серьезно! Серьезно! Буквально! Вот это то, как рассказывала лектор Пеннеман. Ну и конечно нужно сбалансировать гормоны. Итак, какой же у нас с вами вывод? Антидепрессанты, вот эти именно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина не работают на депрессию допаминной дефицита, дефицита допамина. Понимаете, они не работают, а их все равно выписывают. Вот как подойти к проблеме низкого уровня и серотонина, и допамина с точки зрения функциональной медицины. Для начала, почему Дотера для меня это та компания, с которой я буду работать, потому что нет никакой ерунды. Сказано, что основа всего питания и занятия физкультурой. Все. Да. Затем идет менеджмент стресса. Если кто-то не знает, кстати, это одна из моих специализаций, которую я указала после окончания заведения. И потом, уже только потом, саплементация и натуральное средство. А вот мне нравится пирамида питания доктора Мерколы. Она немного отличается от той, что советуют доктора, правда? Потому что в основании пирамиды полезные жиры и овощи, как вы видите. И посмотрите, дальше идет белковая пища. Дальше, кстати, если вы вегетарианец веган, обратите внимание на комбинацию этих аминокислот, чтобы получать весь экспектр. Не забудьте добавлять амин В12. И затем вы только видите немного фруктов и совсем немного цельнозерновых. Вот такая пирамида доктора Мерколы. Я ее очень люблю, она мне созвучна совершенно. Далее стресс-менеджмент. Ну, здесь уже, как говорится, все у нас в руках. Вот тут-то нам приходят наши эфирные масла и ароматач, и йога, и распылять, и массаж, и спа. Как говорится, мы уже знаем, что делать. то есть проблема депрессии это комплексная проблема, и подход должен быть комплексный. И селективные ингибиторы, конечно, захваты серотонина, они не всегда ответ на вопрос. Представьте себе еще раз, и еще, и буду много раз говорить, вы пришли ко врачу за лекарствами, да, а потом хотите с них сойти, и у вас, потому что у вас совсем не серотониновая депрессия, допаминовая депрессия, они вам не попадают. Вы с них сходите, и у вас уже идет эффект отмены, потому что уже началось привыкание, теперь у вас два вида депрессии, друзья. Поздравляю, потому что это будет ваша родная, которая была, допустим, допаминовая, плюс еще серотониновая добавилась. Замечательно. И мы еще сегодня даже не говорили о других причинах депрессии, например, дефицит окситоцина, который является причиной послеродовой депрессии, депрессия, обусловленная выбросом и интолеранс этого, гистамина, интолеранс, не принятие организмом гистамина, существует и такая. Есть депрессия, обоснованная чрезмерной продукцией глютамата, то есть идет дисбаланс габа, гамма-аминобиутировой кислоты, которая ответственна за состояние удовольствия и релаксации. Об этом можно узнать опять же на курсе, где я разговариваю, говорю про адаптик. адаптик тогда очень хорошо помогает этим людям. Далее депрессия спровоцированная нескольким содержанием допустим витамина D. Если особенно когда приходят клиенты из южных стран, там испанка у меня была, итальянка, испанка скорее всего, она говорит плохое настроение все идите сдавайте тест на витамин D. Начала сапплементировать витамин D, вся депрессия пропала. Почему? Потому что у людей из южных стран больше рецепторов на коже и на тех органах, в которых он конвертируется витамина D. И если им не хватает, то все. Далее есть депрессия обусловленная инсулиновой резистентностью. Допустим падает сахар и у вас депрессивное состояние, пока сладенького не скушали. Вот это MTHR-фа генетическое, я уже о нем говорила. И все эти виды депрессии имеют физиологическую природу. Вот так. Поэтому добавки нам необходимо. Деток самый лучший начать балансировать, выравнивать гомеостаз. Практически все протоколы, вы знаете, я начинаю с детокса, если нет противопоказаний, приходят клиенты, сейчас тоже меньше беру, а раньше все-таки стресс клиника, депрессия. Ну давайте пройдем детокс, они такие глаза делают, то есть приходится людей образовывать, говорить им почему. вот, ну и дошли мы до наших родных, конечно, вот здесь, значит, можете записать, потому что это уже доктор Хилл и доктор Тизера, когда-то, очень давно доктора Хилла слышала. Значит, Клэри Сейдж помогает снять симптоматику, смотрите, здесь мы говорим только о симптоматике, друзья, то, что мы говорили раньше, это причина, а сейчас снимаем симптоматику, для того, чтобы сразу помочь. Клэри Сейдж помогает при низком серотонине и допамине. Цитрусовые масла поднимают уровень окситоцина, лимон сам по себе повышает уровень серотонина и допамина, да, является таким природным антидепрессантом. Жасмин помогает сатурации кислорода, да, сатурация кислорода, мы говорили, что нам нужен кислород, чтобы его сжигать, для того, чтобы из трептофана выработать серотонин. Кстати, я совсем забыла о том, что он помогает сатурация кислорода, жасмин, в свете новых проблем, имейте в виду, друзья, жасмин. Вот. Далее, розмарин может помочь увеличить уровень допамина, допамин, розмарин, это допамин. Бергамот снижает стресс и тревожность и натуральное успокоительное средство. роза снимает тревожность и мимикирует действие серотонина, серьезно. Наношу масло розы на лицо и, честно, вот почувствуйте разницу, честно. Сандаловое дерево помогает спокойному сну, если у нас вот эта цепочка не работает, да, и снимает тревожность. Лада активирует лимбическую систему, создавая новые пути для запоминания счастливых моментов. Знаете, о чем я говорю? Вот эти новые нейронные связи недаром используются для медитации в религиозных обрядах. Мира способствует натуральной продукции и освобождению допамина. ромашка снимает тревожность, является седативным, ведь этот грамм просто повышает настроение. А вот почули интересно. Все знают, что почули это любимое масло хиппи, да? Вот. Почули повышает допамина, серотонин, балансирует их, снимает чувство горя, особенно потери. Да? это панки, панки очень, почули их крем-масло. То есть, почему необходимо использовать эфирное масло, потому что это палочка, вручалочка такая, чтобы дать человеку почувствовать, что это работает, а потом уже идти искать причины. Ну, и повторение так вот питание, занятия, упражнения, стресс-менеджмент, эфирные масла и уже тогда сапплименты. Вот такой у нас получился, как раз на целый час у нас получился с вами рассказ о том, что депрессия это не только проблема, с которой должны работать психологи, хотя они тоже должны работать. То есть, должны работать либо это нутришного тераписта, либо функциональной медицины практически, плюс психолог и, конечно, все уже практики остальные, которые повышают спиритуальность. Только вместе. Если у нас есть вопросы, давайте зададим вопросы. Я отвечу две минутки еще там, какие есть. Хорошо. если бы хотели задать вопрос. Спасибо.